КОНЕЦ 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 И Зверемеек есть у вас кто? Может, Пармен Прокопкин? А? Или Иван? Иван Самусев! А Касперук Иван есть? Хохол Иван! Андрей! Андрей Шероховский есть? Так есть кто-нибудь из Зверемеек, а? Говорю, Касперук Иван есть или нет, а? Андрей! Андрей Шероховский есть? Касперук Иван! Парфен! Так есть кто из Зверемеек, мужики, а? Есть здесь кто из Зверемеек? Здесь местных никого нет. Такие, как вы, приходили. Всех своих уже забрали. Хотя, почему вы решили, что они в лагере? Может, воюют? Или сказали, что в плену? Нет, никто не говорил. Ну вот, почему ищете? Да как же? Да это ж мужики наши. Кто ж, кроме нас, об них позаботится? Ну, видите, здесь никто не отзывается. Как вы сказали, откуда из Зверемеек? Да, да. А фамилии? Как фамилии мужей ваших? Хохол фамилия. Иван Хохол. Может, встречали? Нет. Так, может, на войне? Нет, не встречал. Тут спрашивают. Иван Хохол из Зверемеек. Может, слышал кто, а? Нет. Не слышали? Никто здесь не слышал. А как вы говорите, Зверемейки, а где они? Далеко? Так, за Хотимском туда. Как раз отсюда на Белынковича треба, а потом аж до Малого Хотимска. Далеко? До Верстокола сорока, может, будет. Ясно. А сам-то ты откуда будешь? А я не здешний. Из Москвы я. А-а-а. Сколько ж вам тут бедным сидеть теперь придется? Не знаю. Может, до конца войны придется. Хотя, послушайте, может, скажете вашим, чтобы не немцам сказали, что... Ну, я чей-то, а? Так мы ж не пара сдается один одному. А может, из ваших кто, а? Молод ты. Вот если бы Варка... Варка, скажи, а? Варка! Варка, ну! Да что ты, палага, в своем ты уме. Да как я при живом мужике-то, да другого назову. Так надо же чем-то помочь человеку. Пан, там муж мой. Вон он стоит. Отдайте мне его. Гуд, кам. Варка, ну! Напрасно мы с вами затеяли это все. А родненький мой, а чем же помокти тебе еще? Спасибо, спасибо и за это. Хоть бы хлеб какой был при себе, то и того не могло. Матка, гибет! Субтитры сделал DimaTorzok Это вы из Веремеек? Мы? Тут одна из ваших у меня дома. Пойдемте и вы. Может, Роза? Другая баба в комендатуре. Завтра комендант будет разбираться, что она тут натворила. Одни приходили к нам, все было тихо, а вы пришли тут, наделали делов. Ну, заходите. 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 Проходите. Ой, бабы. Проходите. Роза. Ну, кто бы подумать мог, они ж меня за еврейку приняли. Ну, надо же. А что тут думать? Аккурат, евреечка? Да ты что? Какая она вам евреечка? Тихо, бабы. Тихо, тихо. Ну, а Думя? А почему вдруг Думу забрали? Ага. Ой, не знаю я. А я вот что считаю, бабы. Еще ваше счастье, что так все обошлось. Ну, то, что я эту заставил на огороде спрятаться. И ту немцы не увезли с собой. Тут начальником полиции кум наш. О. Пацана нашего крестил. Надо попробовать вызволить бабу. Ну. А послушает он вас? Да. Должен послушать. Я ему уже говорил о ней. Лучше попробовать уладить это дело еще сегодня. Как вы думаете? Конечно, конечно. Да. Надо поговорить с человеком. Может, он и вызвали Думу. Конечно. Ну, тогда вот что. Пойдемте до кума. Пойдемте. Только не все вместе не надо. Ну, вот ты, как старшая, можешь пойти со мной. И она. Хорошо. Нехай кум поглядит, что немцы зря к ней прицепились. Документы-то хоть есть? А? Откуда они у нас, у колхозников? Ой. Ладно. Скажу, что знакомые. Ну, и вы тоже в один голос подтверждаете, мол, не раз у меня в дому ночевали. Да. Когда из веремеек на ярмарку к нам приезжали. Конечно, скажу. Ну, ладно. Это ты, кума. Ну, посиди, трохи. Посиди, посиди. А если я сегодня так упарился, даже поесть не было когда. И охота же тебе, кум, лезть не в свое дело. Поскольку я тебя знаю, ты все время, ну, не с одним, так с другим возишься. То собаку какую-нибудь подраненную притащишь, то человека, ну, какого-нибудь совсем никчемного домой приведешь. А? А теперь вот еще бабы какие-то. Откуда хоть они? Ну, из веремеек мы. Это из каких таких веремеек? Это под чаусами? Нет, из других. Из тех, что побесили вниз. А который из вас юда? Ой. Ну, не ты же. Иди. Ну, какая она вам юда? Или по лесу не видите, что наша она? Веремейковская. И батька ее Нашинский. И мать деревенская баба. Ну, и что ж тут чернявая? Ну, ладно, пускай немцы, они, может, вообще ничего не понимают. Цыть! Ну, а вы-то? Я сказал, цыть! Эх! А ну, бабы, цыть! Цыть! Сам вижу. Я их не по лицу угадываю, а по ногам. Евреек. Надо узнавать по ногам. Но зараз не про это. Меня интересует вон там, другая. Вот о чем она себе думала, когда на немцев с когтями бросалась. Кто? Дуня? Дуня, Дуня. Так... Не бросалась она сама. Это солдаты хотели. Вон оно что! Честь обороняла! Надумалась, что оборонять, дура! А если хотите знать, мне один из немцев, даже если попросите, он к вам без мыла не подойдет. И то, что насиловать кинется. А теперь вот и разбирайся с вами. А вы знаете, что бывает за сопротивление военным властям? А куму моему надо, ну, обязательно и в это дело нос сунуть. Ты не заснул ли, Филипп? Заснешь тут с вами. Ну, вот что. Ты наш уговор знаешь. Давай договариваться окончательно. Утром я иду к коменданту. Женщины эти пускай катятся куда хотят. А ты мне заявление на стол. На стол. Кум, не про то ты говоришь. Ты знаешь, как в Святом Писании сказано про это. А, вон чего вспомнил. Нет, ты прочитай лучше, чего пишут в самом наинновейшем завете. На, смотри. Теперь надо жить по этому писанию. По этому. Читай. Минская газета. Что теперь? И такая выходит? Ну, сам видишь, по названию. Только подсчитал я. Дороговато обходится. Цена 10 пшеников. Это по-немецки. По-нашему получается один рубль. Только где этих рублей теперь набраться? Ну, а немцы за службу как собираются платить? Вениками или советскими? И советскими, и своими. Сдается половина на половину. Половину этими, половину теми. но один к десяти. Одна марка 10 рублей. Ты знаешь, я даже удивился. Отовсюду портреты Ленина поснимали. Я думаю, как же будет с красненькой, 30-рублевкой. Там же тоже портрет Ленина. Не тронули. Вот что значит гроши. Капитал, стоимость. Выше политики. Читай. Читай. Тимошенко отстранен. Буденный на Лубянке. А ты сомневаешься. Сталин ну уже кранты. Ему воевать-то уже не с кем. У него полководцев своих не осталось. Придется англичан или американцев нанимать. Но я не думаю, чтобы наши солдаты под началом американцев воевать стали. Но то, что немцы в Москву взяли не пишут. Сдается не пишут. А ты говорил, что взяли уж. Газета-то не сегодняшняя. Думаю, что и в сегодняшний немцы еще про это не написали. Не написали. Так напишут. Напишут. Ты насчет этого не сомневайся. Пора уже идти, кум. Бабам наказал, чтобы бульбу сварили. Небось уже готово. Да и этих надо везти. Не иначе, как голодные. Потерпят. Потерпят без бульбы. Ну, а если у них такая большая охота, до нее пусть идут. Пусть я их не держу. А мы с тобой по ихнему делу поговорим. Да как же они без меня дойдут? Ага, дорогу к дому не найдем. Что же не буду там спотыкаться в потемках и дом не найдут? Ну, как знаешь, милок, только я своего уговора не отменяю. Бабу я вам завтра возвращаю целехонькую, а ты мне заявление. Комендант из-за него меня послухает. И с завтрашнего дня начинаешь служить в полиции. Что же про меня люди скажут? То же, что и про меня. Ну, положим, разница-то есть. Хотя бы даже в том, что меня в армию не взяли. Нашел, чем хвалиться. Да, хвалиться тут и правда нечем, это верно. А задуматься есть о чем. Меня в армию по здоровью не взяли. А что ж тут теперь в полицию я сам записался? Это что ж получается, что я вот этим вот временем поздоровел? Ты представляешь, что про меня люди скажут завтра в яшнице? Если я эту повязку нацеплю. Ну, как знаешь. ты уж, добрый человек, выручай нас, пожалей. Пожалей. Ого! Еще Николаевская. так ты уж и вправду. Пожалей нас. Ну что ж, эта монета на коменданта сильнее подействует, чем Филиппово заявление. Но ведь это коменданту одному. А мне? И для тебя здесь тоже имеется. Ну, правда, не свои, а должные. Ну, допускаешь. Только сделай для меня одолжение. Там в лагере человек один имеется. Выручи ты его. Отдай мне. Кто он тебе? Никто. Откуда? Говорит, из Москвы. А зачем он тебе? Так... Вот оно. Мужик еще, небось, где-то живой, а она себе уже другого подыскала. Ух, и пакостные отродья бабы. не плачь, Дуня. А тебе? 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 Комендант разрешил взять мужа из лагеря. Гу-гутен морген. Я тут это... Я... Яволь, яволь. Хомель хэр. Давай, иди сюда. Ну, который твой? Давай, показывай. Вот он. Постыдилась бы ты хоть людей. Возьми кого поздоровее, посильнее, что ли? Он тебе лух выкосит, сено подворошит, а ночью и тебя потешит. А? А? Ну? Ну? Вот его! Его! Ну ты, а ну иди сюда. Сюда иди, я тебе говорю. Ну, быстрей! Иди сюда! А вы все пошли! А ну, пошли отсюда! Пошли! Кому говорю! Выходи! Забирай! Пойдем! Ох, и поган! Они же вы все-таки твари, бабы! Бывайте, баба! Будьте здоровы! Угу. Бывайте! Уйдем! Ну как там? Ну как? Ой! Что? Что? Ну что? А вы что там? Да вот чужого солдата привели. Своих мужиков никого в лагере не оказалось. Никого? Никого. Ой! Так ничего, солдат. Ну? И кто же это его из вас? Тетка Палаха. О как! Надо же было как-то вызволить из того пекла человека. Жить! Где собирается, а? Так. Пока у меня остановится, там видно будет. Может и к вам перейдет. Во как! И не боишься? А вдруг и ван твой заявится, а? Как-нибудь рассудим. Вот как! Так пойдем, Андрей Тимофеевич. Раз уж я провинилась, мне и ответ держать. И что она себе надумала, дура она или что? Это ж если свой мужик на порог заявится. Да и люди говорят, что станут. Гонуся! А ты об этом не беспокойся сильно. Не убивайся. Теперь вон сядь деревня без мужиков. И неизвестно, когда они появятся и появятся ли. Точно. Эх, не засидится он у Палаги. Какая-нибудь молодейшая сманит такого здорового и красивого. Так что... Но все равно нехорошо. Все-таки грех большой при живом мужике. Это пока война и известия нет. Но все равно, все равно будешь думать, что живой где-то. Вот честное слово. Чудо. Чудо. Ай! Палага! А, Палага! А ты, говорят, нового хозяина к себе в дом привела. Кто это говорит? Да вся деревня говорит. А от деревни ничего не скроешь. Фау. А мне и скрывать нечего. Привела и привела. Не хозяина, а человека. Нужно было посочувствовать человеку и взяла из лагеря. Отчаянная ты, Палага. Никто из наших на такое не осмелился, а ты? А я вот осмелилась. Да я же не в укор. Палага. Ну что ты, ей-богу. Я только одного понять не могу. Как ты с Иваном будешь разбираться? А вдруг он жив и придет? Нехай Бог дает. А муж, дай Бог, тоже не осудит. Может, и ему кто-то поможет, если в такую беду попадет. Ну ладно. А куда это он пошел? Мне надо с ним кое-чем переговорить. Так шукай и говори. Отчаянная ты, Палага. Ох, отчаянная. Хе-хе-хе. Ах. Хе-хе-хе. А ты, парень, не промах. Хе-хе-хе-хе. Ты хоть догадываешься, кто я такой? Нет. Полицейский местный. И хочу знать, кто ты такой, раз у нас в деревне объявился. Порядок есть порядок. Так что говори, где родился, крестился. На учет-то у нас в волости встают. Ну а пока кто что, говори мне. А что говорить? Кто ты? Танкист. Танкист. Родом откуда? С Кустанайской области. Понятно. Значит, в самом деле некуда было податься. Ну и что ты там делал в Кустанайской области? Землю пахал, железо ковал. Как? Ну в кузнице работал. А, это хорошо. Кузнеца у нас нету. Слушай, а помоложе никто не подвернулся? Что ты в этой палаге нашел? А я не искал. Да и... Не в этом дело. И вот что я вам скажу, господин полицейский. Не лезьте не в свое дело. Ну, вот даже как. А как умею. Ну тогда вот что. Завтра поедешь со мной в местечко, там у нас волость. Вот про это все и расскажешь коменданту. Мы обязаны знать кто и что. Понял? Ну, вот так. До завтра, танкист. Добрый день. Здрасте. Говорят, в деревне новый человек. А я вот не удосужился. Я вот шел. А в деревне принято так, что... Я понимаю. Погожий день сегодня. Ага. Ну и как? Хозяин таки не успел поправить. Да, хозяйство обветшало. Хозяин такой был. Ну и как ты думаешь? Что? Тут жить? Или... Дарья нам и конёк в зубы не смотрит. Это правда. Стахал кузнецом можешь быть. Могу. Хорошее это дело. Кто вы? Так... Здешний. Зазыба моя фамилия. А... Пелагия Артёмовна рассказывала про вас. Да я и сам хотел вас повидать. Ну так, если хороший человек хотел повидаться, то я... Может, сразу и пойдём в кузню. Посмотришь. Пойдём? 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 Пойдём в кузнецом. 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 А-а-а-а! А-а-а-а! А-а-а! Вот не думал встретить тебя в таком месте. Беда, Чубарь, беда. Что за беда? А что-то целей твоей не видно. Померла целя. Померла прямо в дороге. Схоронил жену, хотел ехать дальше, а тут самолет подстрелил нашего коня. А что сделаешь без коня? Наши бобиновичские евреи поехали дальше, а остался, чтобы купить нового коня. Но где его теперь купишь? А что сделаешь без коня? Вот мы и возвращаемся теперь к себе домой в местечко. Спрашиваешь, почему? Ты посмотри на меня. Все узнают, что я еврей. Что здесь, что там. Так пусть это уж лучше случится в родном местечке. Видеть бог, я ничего плохого людям не делал. Так пусть это уж лучше, чтобы купить нового коня, чтобы купить нового коня. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Степан Павлович, придется тебе идти. Тут твой брат где-то близко живет. Да смотри, на немцев не напарись. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ты чего пришел? Чего тебе надо? Хочешь накликать беду на меня и на мою семью? Иди отсюда, пока тебя в деревне никто не узнал. Хотел бы биться в начальство, так теперь. Да мне харчей надо хоть немного. Пускай тебе в другом месте дают. Иди отсюда, кому говорю. Субтитры создавал DimaTorzok Павлович, а что ты? Слоняешься, как непрекаянный. И не боишься. Я есть хочу. А что, у брата никого нема? Нет. Ну идем, идем в хату. Я тебя покормлю, идем. Ешь. Этого мало. Я не один. Со мной несколько человек. А где же они? А? В лесу. И много их там? Много. Павлович, я и рада бы помочь тебе, да и дружкам твоим. Да боюсь, что на вас на всех не хватит. Маловато будет. Ну и тихо. Вот что я придумала. Ты пока что сиди ешь, а я пойду на огород, бульбы накопаю. И все будет в порядке. А ты пока что сиди ешь. А я себе что-нибудь придумаю. Ешь, ешь. О, добрый день. Здрасте. Нас с тобой в волость вызывают. Почему вдруг меня? Какое отношение имею я к волости и вообще ко всему? Ты не тебя одного, она с тобой вместе. И все-таки почему меня? Не знаю. Команда такая. Небось, под конвоем повезешь. Ну, под конвоем не под конвоем, а приказа надо ставить. Комендант, совещание созывает. Что там будет конкретно сказать, не могу. Так что это вы стоите здесь? Масей, Денис, Антон Игнатович. Шли в хату, там мы поговорили. Я и завтрак на стол поставила. Стынет. Некогда рассиживаться, ехать надо. Кому? Куда? Антон за мной переехал. Говорит, надо срочно в Бабиновичи. Так, Игнатович. Да, да. Комендант совещания созывает всех полицейских и староств в власти. Так, а при чем тот Денис, на что он понадобился? Ну, чего вы такие непонятливые стали? Правильно, нет у нас старосты. А пока нет, гражданскую власть в деревне осуществляет он. Поэтому приказано его доставить на совещание. Пошли. Ну-ка, летак. Белорусси, белорусы. Победа Германии дает вашему народу возможность на свободное развитие и спокойное будущее без российско-азиатско-большевистского гнета и чуждого господства. Я надеюсь, что каждый из вас понимает, что его интересы тесно связаны с интересами Германии. Что вы будете верными последователями и помощниками немецкого руководства. Панове, вам было зачитано обращение генерального комиссара к жителям Белоруссии. В целом, население вашего района встретило нас лояльно. Но имеются случаи нападения на немецких солдат. Так, возле Пруссинской Буды вооруженные неизвестные напали на автомашину, в которой ехал начальник полевой жандармерии района. Поскольку виновные не были найдены, пришлось взять из каждой близлежащей деревни по заложнику. За семь пробоин, обнаруженных в автомобиле, было расстреляно семь человек. Дожили, брат. Сперва кость-кость, а потом хворостиной по спине. Боюсь, одной хворостиной не обойдется. От советского режима получено тяжелое наследство. Земля, как вы сами знаете, была закреплена за колхозами. Крестьяне в результате коллективизации перестали быть крестьянами в настоящем смысле этого слова. Вы превратились, по сути, в наемных сельских рабочих. Целью германских властей станет быстрейшая и радикальная ликвидация советской бессмыслицы, каковой являются ваши колхозы. Но каждому разумному крестьянину должно быть понятно, что сейчас нет возможности, без проведения серьезных подготовительных работ ликвидировать колхозы и перейти к индивидуальному хозяйству. Поэтому колхозы пока будут сохраняться, чтобы затем постепенно переходить к общинному хозяйствованию. В связи с этим я должен отметить, что в некоторых деревнях Волости происходит самоуправство. Не ожидая распоряжений, там разделили колхозное имущество, посевы и так далее. Например, в Веремейках. Кто в этом виноват? Кто виноват? На каком основании вы совершили это? Заведующий хозяйством. Да. Ушел вместе с фронтом. Он коммунист? Да. А вы? Так зачем же без разрешения вы поделили колхоз? Так решило правление. Вас не предупреждали о персональной ответственности, Я не успел его предупредить, господин комендант. Покуда бы я от вас добирался до деревни, они уже все и решили. Действительно, правление постановило. Правда, оно теперь не в полном составе. Так что это собрание неполномочено. В каком состоянии теперь хозяйство? Все поделено. Колхозники трудятся индивидуально. Мы выясним, кто в этом виноват. А вы можете сесть. Недаром говорят, если не сумел отсечь руку своему лиходею, так лобыза ее теперь. Если есть у вас вопросы, господин комендант с удовольствием ответит. Тогда скажите, как подати будут устанавливать? По каким нормам? Этот вопрос как следует еще не разработан. Скорее всего, для большего удобства, пока не состоялся переход на индивидуальное землепользование, будут использованы материалы советских комитетов по заготовкам. Это passt uns. Они нас устраивают. Ist das klar? Понятно? Понятно. Скажите, раз в районной управе создан отдел народного образования, значит, учеба в школах будет возобновлена? Когда это может произойти? Обычно у нас в школах занятия начинались с первого сентября. Да, действительно. Новая власть образованию вашего народа будет придавать не меньшее значение, чем большевики. Более подробно на этот вопрос вам ответит бургомистр, пан Бриндиков. Пожалуйста. Да, у нас в управе уже имеются кое-какие инструкции на этот счет. Начальное народное обучение должно быть совершенно бесплатным. Надлежащее внимание будет придано разработке и усовершенствованию общего и специального среднего образования. Что касается сроков, да, мы тут виноваты. Придется начало занятий в школе перенести. Где-то в ноябре обязательно надо провести укомплектование во всех школах, так как не хватает учителей. Кстати, и не хватает учеников. Тогда скажите еще, а какие предметы будут преподавать в школах? Немецкий язык прежде всего. Закон Божий. Химию, физику, ботанику, зоологию, арифметику с алгеброй, геометрией. Ну и русский язык, конечно. А белорусский? А белорусский. Господин комендант считает, что со стороны германских властей, как обещано в обращении генерального комиссара Белоруссии, не будет препятствий, чтобы в школах изучали белорусский язык. Но вы должны знать, что ваш район относится пока к области военных операций. В школах учебникам будет вестись преподавание в школах? Пока не будут изданы новые учебники, преподавание будет осуществляться по-советским. Но приказано. Такие слова, как большевик, советский, выбросить навсегда. Портреты большевистских вождей тоже надо удалить. На этом наша беседа, собственно, закончена, панове. Но не торопитесь. Есть одно неотложное дело, о котором надо тоже договориться. Продолжение следует... Продолжение следует... Рассказать... Вытrolение следует... Вы выглядите красиво. Вы выглядите красиво. Ах, боже. Ах, 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 ах... Я тебе говорю, эй, нашкодил, а теперь и отворачиваешься, а не ты ли привез ее сюда? Думаешь, я не видела, как вы с хромым шарейкой таскали ее барахло в Хонину хату? Тьфу, гадость! Вот теперь и любуйся на нее. И эта сучка тебя не узнает, и ты, небось, боишься признаться. А может, дочкой приходится, а? Не попадается мне на глаза этот Шарейко. Он бы у меня эту сучку забрал сразу к себе домой. То вишь ты, поселили в чужой дом, а человеку негде голову преклонить. Сидит теперь Ханон с двумя детьми-сиротами и крыши над головой не имеет. Как будто это и не его дом. Ну так что, что он еврей? Здорово, Ханон. Где твоя целья? Нету цели. Ханон. Ханон, это же он с хромым шарейкой эту курву в твой дом заселил. Ты знаешь его? Ты знаешь его? Так откуда этот человек? Не слушай ты ее, Ханон. Тебе тут теперь всякого наговорят. Ни я, ни Шарейко не виноваты в том, кто так вышла. Тебя не было в местечке, а хата пустовала. Ну, девка и поселилась. Так уж вышла. Могла чью-то другую облюбовать, а выбрала твою. Не связываться ж тебе из-за этого с немцами. Она, небось, у них служит. И служит, и... Ну, так вот и ступай сейчас же. Значит, не надо сидеть вам здесь, глаза мозолить. Раз твой дом занят, иди со своими сыновьями жить в другой. Кажется ж, в местечке свободных домов хватает. Ну, так и ступай сейчас же. Занимай хоромы какие-нибудь из ваших беженцев. Да и живи. А то и правда накличешь на себя беду какую. О, о, сам дотворил дел. Лишил человека собственного крова, а я вдруг виноватая. Никто тебя не виноват. Ну, какая тебе-то карность? Ну, пускай ханом. Ему есть о чем хлопотать. А тебе-то какая карность? А что, детей негде пристроить? Так что? Вот это уже другой разговор. Раз так получилось, что хозяина не пускают в дом, так пригласила бы его к себе. Я? А почему бы нет? Так. Вот видишь, ханом, я тебе правду говорю. Не сиди здесь. Иди куда-нибудь со своими хлопцами в свободный дом. А то эти жалостливые месечковцы еще долго будут душу тебе рвать. Мельника. Мельника хата, кажется, тоже пустует. Ну вот. Мельника хата пустует. Поднимайся. А знаешь, с кем мы шли-то? С чубарем вашим. Вот с кем. С чубарем? Когда это было? Сегодня? Нет. Раньше. Мы в мельке задержались, а он дальше отправился. Мельника хата пустует. Мельника. Мельника. 오히려. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ